Строительство жилого комплекса предусматривает снос нескольких тысяч гаражей за Пекинкой. На образовавшемся месте, согласно предварительному плану, будут находиться новостройки. Территория, подлежащая изменениям со стороны властей, сейчас занята гаражными кооперативами Юг-7, Юг-8, 9 и Север-Север-1. По словам владельцев гаражей, общая численность автомобильных боксов составляет более 7 тысяч единиц. Администрация города уверяет, что на данный момент идут общественные слушания. Что удивительно, члены кооперативов узнали о возможном сносе из СМИ. А официальные источники в лице мэрии, как сообщают гаражники, вывесили объявление о слушаниях слишком поздно. Объявление появилось от администрации буквально за день до слушания. Слушания начались 7 февраля и, как нам сейчас известно, будут продолжаться до 20 февраля. 21 февраля будет приниматься решение. А предлагали ли вам что-то взамен, был ли диалог напрямую с мэрией? Нет, не предлагали. Вот мы сейчас готовимся идти в мэрию, разговаривать с мэром города. Кооператив «Юг-8» начал застраиваться в 80-е годы прошлого века. Однако он не является самым старшим гаражным поселком в этом районе. Некоторые кооперативы были основаны и в 60-е. И все гаражники, вне зависимости от возраста, трепетно относятся к своим владениям. Не жалеют ни сил, ни ресурсов. Например, сами сделали новую дорогу, поменяли электричество, поставили шлагбаум. Все за свой счет. И готовы развивать кооперативы дальше. ГСК «Север-1» постарше. В 1968 году началась выдача земли персонально людям, о чем свидетельствуют документы. По словам председателя кооператива, в прошлом году они встречались с мэром Наумовым на предмет подписания долгосрочного договора аренды на 49 лет. И градоначальник вроде бы пообещал в кратчайшие сроки все оформить. Но реальность оказалась иной. Сейчас у ГСК «Север-1» идет суд с мэрией на предмет арендной платы за землю и на предмет заключения договора аренды. Для нас это тоже был шоком. Переписка за два года составляет несколько сотен страниц с мэрией, с архитектурой, с земельным комитетом. Было даже направлено письмо представителю президента по Владимирской области. Как утверждает председатель ГСК, земля у Севера-1 не оформлена никак и ни за кем не закреплена, хотя власти якобы продолжают получать арендную плату. Судебного решения насчет данного вопроса пока нет. Представители кооперативов планируют написать официальное обращение президенту Российской Федерации на предмет законности действий муниципалитета. Обязательно будет обращение к президенту. Обязательно. Может быть совместное от всех гаражей, от всех ГСК. Но я бы рекомендовал на самом деле эту проблему озвучить каждому ГСК. Порознь, пять обращений. Это, я думаю, что серьезно. Помимо автолюбителей, многие гаражи заняты пенсионерами, которые в погребах хранят овощи и заготовки. Если кооперативность несут, пожилым людям станет негде хранить необходимые продукты. Ведь взамен, как говорят гаражники, представители городских властей ничего не предложили. Надо людям объяснить. А что объяснять, мы сами не знаем. Вот сейчас бабушки приходят с дедушками за картошкой, за компотом, за фруктами, короче говоря. И что им сказать? Я не знаю. Надо, прежде чем что-то ломать, наверное, надо что-то сделать, что-то придумать. Как-то это объяснить людям. Да и молодежи среди членов кооперативов много. По словам местных, молодое поколение занимается в гаражах ремонтом авто и мототехники, изучает основы слесарного дела, открывает собственные мастерские. Куда же денется все имущество из гаражных кооперативов? Вопрос со звездочкой, ведь тесные Владимирские дворы уж точно не предназначены для хранения, например, моторных лодок. С поднятием общественного резонанса в сообществе администрации города Владимира 12 февраля появилась информация, что на общественное обсуждение представлен проект планировки, ограниченной улицами Лакина, Толмачевской, 8-й линии и Зои Космодемьянской. По словам представителя мэрии, общественные обсуждения не являются итоговым решением. Этот проект должен учитывать мнение горожан. Предложить свой вариант развития территории может любой желающий. Также в мэрии нас заверили, что ни о каком сносе гаражей пока речи не идет. Какие предложения поступают, мы пока сказать не можем, поскольку это общественное обсуждение проводится до 20-го числа. Только после завершения времени сбора предложений можно будет понять, какие предложения поступали. По итогу завершения срока и сбора предложений, которые поступили, будут рассматриваться все предложения. И решений на данный момент никаких мы не предпринимаем. Администрация города не предпринимает. Представитель мэрии указала, что утверждение проектов займет, скорее всего, не один год. По всей видимости, в ближайшее время члены гаражных кооперативов могут не переживать за свою собственность. Мы продолжим следить за ситуацией. Дарья Полищук, Артем Замоскин, 6 канал.